В Тинькофф.ру я занимаюсь Android разработкой. Работаю над мобильным приложением для юридических лиц. В основном для среднего и малого бизнеса. Был период, когда я занимался и iOS разработкой. Но как-то после Android разработки любовь к iOS у меня не привилась. Я Лера, старший разработчик в диалоговых системах Тинькофф. И мы вместе с Владом пишем голосового ассистента Олег. Мы делаем Олега Great Again. Вообще голосовых ассистентов. У моей команды две основные задачи. Первое – это общение на свободную тему. Называется чат-чат. Чтобы Олег шутил в ответ, отвечал на какие-нибудь вопросы. Второе – это сделать гораздо круче скиллы. Например, когда ты хочешь в кино, ты такой говоришь. Олежа, бро, хочу вечерком в кино с друзьями на ужасы. И он такой говорит, сегодня как раз идут вот такие-то ужасы. Вот здесь, около вас в кинотеатре, покупаем билет. И ты такой, да. За один шаг все купил. Я работаю прямо вместе с Лерой. Мы занимаемся разными частями проекта и машинным обучением, разными моделями, частично пакент-разработкой. Мы сейчас довольно много вещей улучшаем. Там где-то перерабатываем, где-то решаем, как мы по-другому, может быть, что-то будем делать. И сейчас у нас будут такие гранулярные релизы, то есть небольшими порциями будем делать разные задачи. Кому-то нравится Java, кому-то Python. Мне очень нравится плюшевый Python Дениса. Я пишу на Python. Просто хорошо пишу на Python. В данный момент я пишу диалоговую систему, так называемый Тинькофф-бот. Он позволяет совершать операции, переводы денег и так далее. Влад делает ML-ную часть, а я больше такую, которая связывает различные банковские системы в одну, и в том числе ML-ные. Я считаю, что Python — это хороший язык, потому что это клей различных инструментов между собой. Мы можем на Python обвязать различные инструменты, например, на SIG, написанные, либо на других языках, и использовать это под единым соусом Python. У них свой мир, у меня свой мир. На дампе я буду выступать с докладом про Android Lint. Это статический анализатор кода. Я расскажу, как мы улучшаем наш код при помощи этого инструмента и как слушатели смогут улучшить свой код. У нас с Владом будет очень клёвый доклад. Мы расскажем прям про новиночки в НЛП, про новые эмбиддинги, которые прямо в 2018 году появился, Элма мы расскажем про DSSM-сеть. И дополнительно мы расскажем про трансфер-лёнинг, который в 2018 году сделали. Возможно, мы успеем рассказать про Берт, но это вряд ли. Мы будем на примере задачи классификации интентов, то есть определение намерения пользователя, рассказывать, в каком случае вам нужно использовать простые методы, допустим, матчинг по каким-то конкретным словам, а в каком случае вам нужно использовать машинное обучение, в каком случае нужно использовать дип-лёрнинг, то есть сложные модели современные. О новой структуре данных, которая позволяет делать очереди. Мой доклад о новой структуре данных, которая появилась в последнем Редисе, он позволяет делать очереди воспроизведенными и надёжными. Этот подход скопирован в некотором смысле из Кавки, и мой доклад как раз об этой новой функциональности и о том, чем он отличается от Кавки. Она не умеет то, что уже умеет делать Олег, а как только будет новая болталка, Олег будет круче. Диджависты — это люди. У них свой мир, у меня свой мир. Я разраб, я не стал пять лет, и у меня под глазами мешки я сам не видел, но мне так сказали. Я разраб, я считаю шаги, И когда сборка пройдёт, я не знаю. Ты очень быстро делал. Но я пела медленнее, как бы. У тимлида лёд, у тимлида горит, нужен код, потому что нам в провод. Синий дипломент, зелёный дипломент, ведь уже броду больно.